Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! И почему Тома не слишком любят в Голливуде? Эти факты, а также забавные истории из жизни актера ждут вас в ближайшие пару минут. Не переключайтесь! А мы начнем с исторической справки. Том Харди родился 15 сентября 1977 года в Лондоне. Семья Харди была прекрасной. Мать художница, отец сынарист. Казалось бы, что может пойти не так? Но пошло, ибо, как вспоминал сам Том, он чувствовал себя неловко из-за частных школ и привилегированного положения. Это вылилось в домашние бунты, а с 13 лет Том пустился во все тяжкие. Он начал пить и пробовать наркотики. В 15 лет Харди и его друга задержали за угон Мерседеса, и лишь чудом он не сел в тюрьму. Ибо у Тома, помимо всего прочего, был пистолет. Сам актер не раз заявлял, что толком не помнит всего, что происходило с ним до 25 лет. Харди говорит, что это туман из разрозненных воспоминаний, где было все. Как-то раз Том был в Лос-Анджелесе и шел на встречу с режиссером Джоном Ву, мечтая начать карьеру. Но проснулся голым, рядом с голым мужчиной, которого не знал. Харди рассказывает, как просыпался в лужах крови, в больницах и прочих непригодных местах. Помогла лечебница, ибо в 28 лет Том осознал, что ломает жизнь. Из реабилитации вышел другой человек, которого мы и знаем по блистательной карьере. Ситуация похожа на Роберта Дауни-младшего, не правда ли? Дауни помогла жена и роль Тони Старка, которая вдохновляет миллионы людей на технические свершения. До создания костюма Железного Человека нашему миру еще далековато. Но свой Тони Старк у нас уже имеется. Само собой, речь о был анимаске, который совсем недавно запустил Человека в космос и не планирует останавливаться. И если кто пропустил монументальный документальный фильм, доказывающий, что Илон настоящий Железный Человек, мы строго рекомендуем его к просмотру. Где? Загляните по ссылке в описании. Там вы найдете все, что нужно. Ссылку на Кинопоиск HD и наш промокод, который даст 45 бесплатных дней. Само собой, не только для просмотра фильма о был анимаске. Даже два десятка проектов киновселенной Марвел и другие кинокомиксы — это не все. Кинопоиск HD — это дом для десятков культовых сериалов Голливуда и других творцов планеты. Кинопоиск HD — это блокбастеры и инди-проекты под одной крышей. Да и документалок, кроме Илона, там завались. И само собой, все представлено в отличном качестве, с возможностью выбора звуковых дорожек и прочими техническими приятностями. Забывайте понятие пиратства. Хватайте наш промокод, бегите в описание и смотрите кино с удовольствием. А что до Харди, даже до реабилитации он успел отметиться первой крупной ролью. Ею стал сериал «Братья по оружию», где Том снялся со своим другом — Майклом Фассбендером. Ребята учились вместе в театральной школе, и, по словам Харди, Фассбендер был его примером. Также в 1998 году Том был участником британского модельного ТВ-шоу и даже выиграл его. В бородатом интервью молодой Харди заявляет, что в будущем хочет снимать свои фильмы, обожает Гэри Олдмана и хочет сделать карьеру в кино. Правда, в 2003 году Том чуть не откинулся от передоза. Но, как вы помните, собрал яйца в кулак, пришел в клинику и справился с недугом. С тех пор на протяжении 17 лет Харди даже не пьет. Однако все еще является объектом парочки нелицеприятных слухов. Пожалуй, и самый главный — гомосексуальность. Том женат на актрисе Шарлотти Райли, однако пару раз в интервью упоминал, что у него был опыт с мужчинами. Впрочем, речь лишь о том, что Харди намекал на то, что он актер и всякое видал. Да и с историей о просыпании в компании голого мужика вы уже знакомы. Журналисты быстренько переврали истории и выставили Тома гомосексуальным актером, который стесняется своей ориентации. Как вы знаете, в наше время подобный вопрос стоит особенно остро. И Харди постоянно засыпают исковерканными вопросами по этому поводу. Дошло до того, что Том ушел с интервью во время премьеры фильма «Легенда», не желая говорить с особо дотошным журналистом. А позже пояснил, что он любит женщин. А в прошлом, будучи алкоголиком и наркоманом, он чем только не занимался. Но этот опыт ему не нравится. И он предпочитает о нем не вспоминать. В истории поставлена точка, которая и по сей день не мешает журналистам периодически выставлять Харди жертвой геем, который боится общественности. Что до актерской карьеры, секрет успеха Тома прост. Как рассказывает сам актер, с детства он был хорошим лжецом. А годы наркозависимости сделали его манипулятором, что он и использует на экране. Собственно, актером он стал только потому, что в школе ему понравилось врать, получая от этого не только удовольствие, но еще и профессию. Собственно, удовольствие и веселье – это причины, по которым Харди чаще играет злодеев, чем героев. По словам Тома, истории героев часто скучны и лишены реалистичности. Поэтому его привлекают мрачные ребята с темным прошлым. Их можно примерить на себя и неплохо развернуться. Впрочем, Харди любит упоминать, что в начале табу и в том же Дюнкерке он играет хороших парней, так что клише злодея на нем ставить не нужно. Ну а вообще лучшим доказательством годности Харди служит Кристофер Нолан. Даже мастодонты Голливуда готовы продать душу, чтобы сыграть в фильме Нолана. Однако сам Кристофер является фанатом Тома, в чем неоднократно признавался. Нолан лично звонил Харди, чтобы тот сыграл в начале, впечатлившись представлением Тома в «Рок-н-ролльщике». Знаменитый режиссер в каждом интервью признается Харди в любви и заявляет, что специально цепляет на него маску. Ибо Том в «Темном рыцаре» показывал невероятную игру, даже не используя лицо. Нолан даже шутил, что в «Дюнкерке» решил отобрать у Харди даже брови, чтобы посмотреть, справится ли он. К слову, в «Дюнкерке» Том сниматься особо не хотел, и Нолан упоминал, что звонил ему и умолял взять роль. Кто-нибудь вообще может назвать актера, которого умоляет сняться в своем фильме «Кристофер Нолан», по щелчку которого сбежится половина Голливуда поработать забесплатно? На секундочку, с Ноланом и Харди связана весьма забавная деталь. Режиссер является огромным фанатом франшизы о Джеймсе Бонде и не раз признавался ей в любви. Более того, грядущий фильм «Довод» он создал, вдохновляясь агентом 007, а роль Тома Харди в начале во многом срисована с Бонда. Уже не первый год ходят слухи, что Нолан однажды снимет фильм о Джеймсе Бонде, тем более, что должность создателя следующей ленты вакантна. А кто бы вы думали является одним из главных претендентов на роль? Конечно же, Том Харди! Харди сам заявлял, что с удовольствием сыграл бы Бонда, да и Кристофер Нолан в свою очередь заявлял, что следующим после Дэниела Крейга Бондом должен быть именно Том. В общем, ребят, можно женить и ставить деньги на будущий совместный фильм, который будет прекрасен. Само собой, Бонд не единственная роль, куда активно сватают Тома. В 2015 году, после анонса Логана и того, что он станет его последним фильмом в роли Росомахи, Хью Джекман рассуждал о преемнике. Если точнее не особо рассуждал, Джекман прямо заявил, что Том Харди был бы прекрасным вариантом. А режиссер первого класса Мэтью Вон позже рассказал, что изначально именно Харди должен был сыграть молодого Логана в перезапуске. Нет сомнений, что Фокс обязательно позвала бы Харди сыграть Логана после Хью, но студию, как мы помним, продали Дисней, а сам Том и вовсе присоединился к Соне и уже играет Венома, который, в свою очередь, хоть пока и на бумаге, но принадлежит ко вселенной Марвел. То есть сыграть Росомаху у него не получится. Впрочем, в карьере Харди есть примеры игры идентичных близнецов, да и борода Росомахи позволит персонажам выглядеть по-другому. А с контрактной стороны вопроса все возможно, пока Том подписан за Сони, и одновременно играть на Марвел ему мало что помешает. Да и кроссовер Росомахи и Венома определенно не первая цель Кевина Файги. Впрочем, это чересчур идеальный вариант, ибо Харди человек куража и не любит роли без творческой свободы. Со свободой в Марвел не очень, а к деньгам Том относится прохладно. На Венома Харди согласился не ради них. По словам актера, его уговорил сын, который является ярым фанатом персонажа. А Сони, в свою очередь, позволила Тому самому определять, каким будет Эдди Брок. Как вы помните из наших разборов, Харди даже разрешали импровизировать и менять некоторые сцены. Все ради удовольствия актера, которое, учитывая его способности, принесло фильму успех. Однако при всем таланте и звездности, Харди без всяких преувеличений остается человеком. Его постоянно встречают на улицах Лондона, где Том никогда не отказывает фанатам в фото. А три года назад и вовсе помог полиции задержать преступников. Два парня угнали мопед, врезались на нем в Мерседес и пытались бежать. По словам очевидцев, Том включил спринтерскую скорость, догнал одного из них, повалил и держал до прихода полиции. И это при том, что сам Харди заявляет, что годы экстремальных наборов мышечной массы дали свое. По словам Тома, у него похрустывают суставы, которые не должны похрустывать, а иногда даже детей держать весьма сложно. Впрочем, Харди не жалуется и поясняет, что оно того стоило. Что ж, до будущего оно у актера замечательное. Том не планирует уходить с роли Венома и очень хочет запилить кроссовер с Человеком-пауком. Также Джордж Миллер уже который год обещает снять нового «Безумного Макса» и, само собой, без Харди этого не сделать. Найдется место и классике, ибо в следующем году ожидается выход фильма «На тропе войны», где Том сыграет старого доброго морского котика. Ну и, само собой, вся планета ждет новый сезон сериала «Табу», который придуман и создан господином Харди лично. Пусть Голливуд не особо любит спокойного и неразговорчивого Тома, но зрители и таланты харизмы актера восхищают из года в год. А ведь все начиналось с парня, который в 11 лет впервые понюхал клей, а в 13 плотно сидел на галлюциногенах. История Харди — это история о том, как можно изменить все. И, возможно, имидж хулигана, ставшего суперзвездой, и является секретом успеха Тома. А заодно источником вдохновения для миллионов фанатов. Это, конечно, иногда выходит боком, ведь пару лет назад в семье Харди пришлось переехать из-за назойливой фанатки. Но Том никогда не жалуется, и, в отличие от многих звезд, всегда готов уделить время простым работягам. За это мы его и любим. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!